Десятки лет кремлевская пропаганда создает Путину имидж сильного правителя с твердой рукой. Для низкорослого чекиста с чемоданчиком комплексов и детских травм это всегда имело первостепенное значение. Еще с начала двухтысячных в пропаганду на российском федеральном телевидении вливались миллионы из госказны, чтобы россияне думали якобы ими руководит великий стратег и мировой лидер. Поэтому критика вождя в публичном пространстве России недопустима. Российский народ систематически пичкают ложью. И граждане проглатывают любой беспредел. И разворовывание госбюджета, и повышение пенсионного возраста, и внесение изменений в Конституцию РФ, что дало Путину возможность править на России вечно. С началом так называемое СВО поводов прозревать у россиян стало значительно больше. Ведь кремлевский недостратег начал полномасштабную войну, совершенно не понимая, с кем воюет и чего это будет стоить России. Путин настолько проникся собственной пропагандой, что уверовал якобы сможет захватить суверенную европейскую Украину за 2-3 дня. К тому же ФСБшники, кум Путина Медведчук и его прихвостник, которым было поручено подорвать Украину изнутри, а также провести предварительную разведку ситуации перед так называемой СВО, распилили весь бюджет, а кремлевскому родственнику сказали именно то, что тот хотел услышать. Мол, украинцы встретят российских солдат с цветами. Впрочем, залпами эспионов и гвоздик украинские силы обороны действительно встретили оккупантов. Но это был совсем не тот прием, на который надеялись в Кремле. В результате российская армия не только опозорилась на весь мир, но и лишилась немалой части вооружения. Более 4 тысяч танков и 8 тысяч БМП, более 300 самолетов и 300 вертолетов, 18 катеров и даже флагман Черноморского флота крейсер Москва пошел на дно, где ему и место. Все это было уничтожено украинцами. За больные амбиции Путина россияне платят буквально своими родными. Почти 250 тысяч, то есть четверть миллиона российских оккупантов, уже гниют в украинском черноземе за попытку захватить чужие земли. ВСУ успешно выгнали россиян из-под Киева, Чернигова, Харькова, Херсона. С каждым днем кремлевским пропагандистам все труднее подготовить новую псевдопобедную картинку для российских телезрителей. На этом фоне в информационном поле России возникло новое нездоровое образование, так называемая партия войны, диванные псевдопатриоты, которые комментируют ход боевых действий в блогах. Среди них особенно бор за себя проявил террорист Игорь Стрелков-Гиркин, признанный виновным в сбитии авиалайнера MH17 окружным судом Гааги. Кроме этого преступления в послужном списке Гиркина – участие в оккупации украинских Крыма и части Донбасса. Более девяти лет террорист был верным псом Кремля, а потом вдруг начал кусаться. 11 апреля 2023 года Гиркин Стрелков создал так называемый «Клуб рассерженных патриотов». Хотя открыто критиковать Путина за проигрышную для России войну, недоблогер начал за много месяцев до этого. Шансов на победу у нас нет никаких. Во! У нас посыпется все. Посыпется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность. Так как Гиркин – сотрудник ФСБ, на его выпады поначалу смотрели сквозь пальцы, но тот затронул святую святых и его ужас заявил, что диктатор не вечен. Я наблюдаю сейчас, что уже борьба за жизнь после Путина началась. 21 июля 2023 года Гиркина арестовали. Но не для экстрадиции в Гаагу, а для отсидки в российской тюрьме. В зону работы конвоя не заходим. Террорист Гиркин обвиняется в призывах к экстремизму. И хотя горе-болтун просил суд о домашнем аресте, ему уже объявлена предварительная мера пресечения – два месяца в СИЗО. Но по российским законам боевик наговорил себе минимум лет на пять строгача. Арест Стрелкова вызвал бурное обсуждение и негодование в рядах российских зет-патриотов и так называемых военкоров из партии войны. Более того, в защиту Гиркина высказался и так называемый оппозиционер Алексей Навальный, который ранее критиковал террориста. Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Что же пошло не так и почему Стрелков Гиркин попал в немилость к Путину? Причин несколько, говорят эксперты. То, что он приближен к ФСБ, это не случайно. Потому что, если просудить, то ФСБ как раз и были главными виновниками того, что произошло с Пригожным. То есть, во-первых, они провалились с вторжением в Украину. Потому что, как вы помните, это были открыты заседания Совета национальной безопасности России. Патрушев постоянно говорил о том, что в Украине абсолютная поддержка России. Что действительно они, как они там говорили, не терпят этого нацистского иго, и они ждут, пока их освободит русский солдат и так далее и подобное. И даже та же операция с Медведчуком. Показатели были такие, что тут их как будто бы будут встречать с хлебом и солью. Ну, а получился полный провал в российской военной машине. Показательная порка Гиркина предупреждение всем изменникам режима лично от Путина, уверены эксперты. Сейчас в России начинается действительно период внутренних чисток. Потому что так называемый бунт, восстание Пригожина, она показала, что у Путина и у путинского окружения нет полного контроля, нет полной власти даже внутри России. И поэтому они должны, скажем так, заменить неблагонадежных людей на полностью своих людей. И раз уж на то пошло, сначала эти чистки начались, как мы помним, в военном руководстве. Это касалось и генералов, и командующих армиями, и людей в Министерстве обороны. Позже это перекинулось, сейчас уже с Гиркиным, на информационную сферу, на сферу окружения того, что связано с сектором безопасности. К слову, во время так называемого мятежа Стрелков публично выступил против Пригожина. А вот мясистые пропагандисты, вроде Соловьева и Скобеева, отмалчивались в ожидании возможной смены власти в России, чтобы сориентироваться, на какую табуретку усадить свои задницы. А вот Гиркин топил против повара-изменника Родины. Своими заявлениями Пригожин сделал шаг к смуте. Пригожин человек, близкий к президенту, чем он, собственно говоря, гордится, и что он не устает постоянно утверждать. Когда среди такой элиты появляются люди, заявляющие о том, что они не подчиняются общим законам, открыто заявляющие, открыто призывающие к переделу мест внутри этой элиты, вот тогда начинается смута. Какая страна такие элиты? И пока бывший зэк Пригожин свободно мотается через российско-белорусскую границу, Гиркин греет шконку на нарах. Такая вот рокировочка. Эксперты говорят, одна из причин, почему так называемый бунт сошел Пригожину с рук, в том, что тот замкнул на себе важнейшую сейчас для России контрабанду оружие. Кроме того, бывший лидер вагнеровцев замешан в денежных схемах Путина в Африке, где диктаторы и его подельники не только добывают алмазы, золото, литий и уран, но и прячут свои активы. Ведь больше негде из-за санкций. А еще поговаривают, что Путин попросту боится Пригожина. Так бывает, когда один гопник встречает в подворотне другого, позабористей. Так или иначе, но паранойя российского президента в отношении предателей растет с геометрической прогрессией. Вот зачем нужны показательные порки и, соответственно, мальчики для битья. Мы решили начать с Гиркина, который действительно был публичный, который действительно заметный и который, как вы правильно сказали, как все знают, является частью ФСБшного окружения. Вот мне кажется, эти несколько пунктов, то есть внутренние чистки и провалы ФСБ предыдущие, они спровоцировали то, что за Гиркина наконец-то взялись. Это первый звоночек. Будут следующие. Тем временем обвинение в экстремизме получил уже не только Стрелков. Буквально на следующий день российские так называемые правоохранительные органы наведались к еще одному террористу, бывшему самопровозглашенному так называемому народному губернатору Донецкой области Пашке Губареву. Как сообщают в российских СМИ, особый интерес вызвали его посты в Телеграме, но какие именно, в полиции не уточнили. Скорее всего, настоящей причиной стал одиночный пикет Губарева с требованием освободить Гиркина 21 июля возле здания Мещанского райсуда в Москве, где Стрелкову выбирали меру пресечения. Тогда Губарев отделался устным предупреждением, но уже на следующий день к нему пожаловали с обыском, а Губарев разродился постом в Телеге. Закручивание гаек – это, как правило, хорошо. Но если конструкция гнилая и ржавая, то есть произошла деградация механических свойств металла, усталость металла, то при закручивании гаек конструкция ломается. Закручивайте посильнее, убейте уже себя. Мы все от вас очень устали. Но Гиркину и Губареву еще повезло, они хотя бы живы, по крайней мере пока. На днях главный специалист по организации кремлевской прослушки олигарх Антон Черепенников был найден мертвым в московском офисе. Официальная причина смерти – остановка сердца. Почему же у здорового 40-летнего мужика вдруг перестало биться сердце? Может, работа нервная? Холдинг Черепенникова разрабатывал системы оперативно-розыскных мероприятий, в том числе жучки, с помощью которых российские спецслужбы прослушивают телефоны граждан и следят за ними в интернете. А значит, Черепенников был непосредственным участником и, главное, свидетелем путинских преступлений и интриг. Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. А ведь история повторяется. С 1937 по 1938 годы в главном исполнительно-административном органе СССР, Народном комиссариате внутренних дел НКВД, тоже прошли кровавые чистки. Этому предшествовал секретный приказ номер 00447, который Сталин подписал 30 июля 1937 года, серия репрессий, которые захлестнули страну, были настолько массовыми, что получили название «Большой террор». Всего за год в СССР было арестовано почти 2 миллиона так называемых «врагов народа», а попросту – неугодных Сталину и несогласных с его политикой. Чистки затронули не только простой народ, но и партийное руководство Союза. Около 100 тысяч человек, которые так или иначе имели отношение к большевистской партии, были арестованы. Чистки коснулись даже руководителей партийных органов и хозяйственных организаций. Не прошло и 80 лет, как российские власти снова принялись выискивать вредителей режима, как макака-блох. К тому же на носу очередные псевдовыборы, и Путину нужно непременно влезть в огромные штаны великого лидера, который для него смастерила кремлевская пропаганда. Путину нужно постоянно показывать силу, Путину нужно постоянно напоминать, кто, условно говоря, кто здесь хозяин, почему именно он президент, почему нужно вокруг него держаться, почему он контролирует эту ситуацию и так далее. И поэтому эти чистки, и эта напряженность в отношениях с ФСПшниками, вообще напряженность в отношениях с блоком безопасности, это тоже часть вот этого путинского нарратива про то, что он царь всей Руси, про то, что он контролирует ситуацию, держит всех в ежовых рукавицах. И поэтому вопрос конфликта с ФСБ, вопрос конфликта вообще с блоком безопасности, с разведкой, он неотрывно связан с вопросом выборов. До выборов осталось всего ничего. Согласно действующему избирательному законодательству РФ, они должны состояться 17 марта 2024 года. Если Россия к тому времени, конечно, не развалится. А пока у Путина нет реальных поводов изобразить могущество. Поэтому арест популярного в России крикуна Гиркина лишь первый тревожный звоночек для остальных зет-патриотов. Скоро по многим из них зазвонит кремлевский колокол в виде задержаний, арестов и, безусловно, внезапных смертей. В этой мясорубке близость к диктатору совсем не означает спасение от кремлевской машины смерти, ведь чекист привык держать врагов еще ближе, чем друзей. А значит, чистки в России могут коснуться абсолютно любого человека. Что убежденного либерала, что ура патриота с зеткой на лбу. И все это россияне допустили сами десятилетиями молчания и попустительства власти. Так что теперь в РФ не 2023, а снова 1937, версия 2.0. И это версия похлеще первой части, ведь новому российскому Сталину совершенно нечего терять. А значит, ищадить он никого не будет.